Друзья, начинаю читать. Вы пока кто хотите отдыхайте, а кто хотите, что-нибудь напишите. Да, есть незнакомые. Друзья, это значит, что не зря я кое-где повторяюсь. Вот, Тоня Антонина Шкугорева, которая взялась учить детей. Это настоящий подвиг. Штучные изделия. Сейчас таких уже практически не выпускают. Я имею в виду, такие люди уже почти не встречаются. Сильно уж жизнь задавила, чтобы найти время и учить детей. Астрицировать, садить. Так. Всем здравствуйте. Сейчас минус 20, ночью 30. Короче, зима не отступает. В Костроме. Юра Жерезов. Юрий Владимирович, пожалуйста. Как зацветет фотография. Если уж у Лаулина получилось. Вот, на Урале. А вы же все-таки покручите, чем в Костроме. Жду фотографии цветущих абрикосов. Из моих костиков. Тоже по 30. Да, елки-палки. Виноградов здравия минус 15. Ну, это ладно. Смотрите, ночью 33. Это, получается, ешь корола. И здесь все еще зима. Так что такое? Новгород 22. Тоже зима. Виноградов. Вдруг слабоват. Но, надеюсь, уже не слабоват. Добрый вечер. Минус 15. Обещает 25. Москва. Да когда что-то кончится? Так. Доценко. Северно-Казахстан. У нас сейчас минус 24. Утром минус 35. Вот. Надо же. Ну, Северно-Казахстан. Это та же Сибирь. Что-то. Всем доброго здоровья. Белгородская область. Сегодня плюс 2. Ночью до 22. Что такое? Ёлки-палки. Вы понимаете, это испытание для всех изуродованных саженцев. Деревья. Хорошо под снегом отсидятся. Так. Зоя. Добрый вечер. Марина. Добрый вечер. Аликс по-английски. Так. Бухтиярова. Привет, Казахстан. Опять 34. Добрый вечер. Всем хорошим настроить. Привет. С Хадыжинска. Хадыжинска. Я туда спрашивал, где у нас Хадыжинска. Уже успел забыть. На юге. Помню. Так. Всем привет. Так. Это не Финляндия самой здоровой. Если Финляндия, то это оказалось, что... Самое интересное. Отправлял когда-то в Гнокорину Тираспорт посылку. Да. 2 200. Отправлял в Киев. 1300. А простые, простые еще. Тут приспичило давай отправлять на эту саму Белоруссию. Дадите данные. Паспорт. Пожалуйста. 550 рублей. Не дадите. 2 200. Человек отказался дать. Заплатил 2 200 за пересылку. Казахстан. Простая посылка. 1300. Весит она там меньше килограмма. 1300. Говорю. А может быть тогда, чтобы быстрее было? Этим самым. ЕМС. Почта. 1900. Да. Спрашиваю. Еду на транспортную компанию. Она говорит. Так как 550. Но. У нас там нет пункта своего. В том районе. Чек и деревня написал. В общем. Получается. А чью друг отправил. Ну правда. не текалую посылку в Финляндию. Вот наши где братья-то на самом деле. Вот. 450 рублей. Или около 500. Все. Планировали 2500 будет. А оказалось, что у кого это? А выслал прилично. Пока что сухими. Хотели сэкономить, чтобы сами провести статификацию. Так. Вот такие цены у нас. Лобасов. Добрый вечер всем. Свинин. Ну ты уже знаешь, что это Архангельская область. Еще вот такие результаты. Видел ваши ведра. О, эти. Ящики с плодами. Какой вы молодец. Это. Вы знаете, вот это вот. Я. Извините. Тут недолго осталось говорить. Но мы заканчиваем практически. Значит. Архангельская область. Моргунская область. Карелия. Это самое безнадежное считается в России. Даже более безнадежное, чем в Сибири. Вроде самое теплое. И самое безнадежное. И никогда там ничего толком не росло. Ну не считая монастырских социальных. Долго знаменитых. Помните там это. Салатки. На носительном саду, как обросло. То есть получается могло расти. Но зато задурили людей. А вот пожалуйста. Михаил. Привет. Я посмотрел это самое. На ваши ящики с плодами. А чуть не позавидовал. Вот. Хотел увольняться. Сказать. Проводи сам за меня в семинаре. Раз так. Такие результаты. Так. А у вас в последнее время. Как напишите. Каждый именно. Опять за 30. Опять за 30. Да что же это творится-то. Ночью под 40. Но где-то не должно быть. Этого не было раньше. Даже в этом. Признайтесь. Когда я считал, что тепло идет оттуда. И только по мере. Проходя всю эту. Среднерусскую равнину. Проходя через. Перелезая через эти. Уральские горы. Все холоднее. Все больше. Разбрасываются. Дождями. Снегом. Зимой. Эти циклоны. И все дальше. Выстывает. Выстывает. Поэтому в Сибири-то и холодно. И до сих пор еще этот самый. Полюс холода до сих пор в Сибири. Чуть дальше. За Енисей. Там уже полюс холода. Потому что следующая река. Это уже. Водораздел. Следующая река. Это уже Лена. Она получается. Из запада тепла не получает. Уж по пути. Она все выстала. Из востока не получает. Потому что солнце крутится. Это вот так. Нет. Вот так. И получается, что. Это. У них плечо-то еще короче. Теплое. Циклоны. Вот вам и это. Пожалуйста. На Лене у нас. Самый. Полюс холода. На речке Лена. Ну. А сейчас что творится? Вы что? Получается, что это самое. Решили новый полюс холода устроить у себя там. На северо-западе. Добрый вечер всем. Всех в защите Коотечества с уступающим праздником. Спасибо, Надежда. Хоть вы не забыли. Добрый вечер. А. Я в таких случаях сразу говорю. Служу Советскому Союзу. Спасибо за праздник. Когда-то этот лозунг станет это. И когда-то, к сожалению, все вернется. Но боюсь, что это будет бедствие настоящая. Когда придется опять затвоевать все, что у нас украли. Так, подскажите, взойдутся в Наполевице на четвертый год. На четвертом году. То есть, если три года они не сходили. Не, вряд ли. А такая зараза на им сходят сразу. Валерик, если настоящие, они не подсунули что-то. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...